здравствуйте дорогие друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно мне очень приятно что вы заглянули ко мне на кухню и сегодня я предложу для вас вкуснейшие рецепты мяса если вам интересно как их приготовить оставайтесь со мной и первый это корейка на косточке это конечно же божественный рецепт ну а готовится все очень просто начнем с того что нам нужно подготовить маринад берем соль добавляю сюда имбирь я его нарезала мелким кубиком точно также можно и натереть если у вас нет имбиря замените его на чеснок добавляю сюда соевый соус свежемолотый перец по вкусу паприка можно использовать обычную или же копченую также я добавляю немножко розмарина но это на любителя если не любите можете не добавлять и самый главный ингредиент это яблочное пюре я покупаю с детское питание уже готовое но если у вас есть яблоки можете запечь яблоки в духовке и перебить с помощью блендера 4 яблока будет достаточно все перемешиваю и маринад готов займемся мясом у меня вот такой вот красивенный кусок мяса здесь общим весом два с половиной килограмма она достаточно жирные и я обрезаю весь лишний жир это у меня корейка на косточке можно конечно же ребра и очистить делать более такой презентабельный вид но я все сохраняют так как благодаря ребрам мясо получится более сочным пленку из ребер я снимаю но это по желанию и делаем надрезы нам нужно разделить мясо на стейки но корейку я полностью не разрезаю оставляю такими вот до половины надрезала сделала такую гармошку с одной стороны это делается для того чтобы мясо лучше промариновалось но в то же время оставалось сочным так как если мы разделимся на отдельные стейки будет уже не тот результат поверьте я уже проверяла заливаю мясо маринадом хорошо его натираем и все если у вас нет времени два часа при комнатной температуре будет более чем достаточно но так как у меня достаточно большой кусок мяса я накрываю все пленкой и отправляю на ночь в холодильник тогда я точно буду уверена что все хорошо пропитается очень удобно если на какой-то праздник замариновать такое мясо заранее а в день праздника только запечь его отправляем форму для запекания накрываем фольгой и отправляем духовку разогретую до 200 градусов на 40 минут через 40 минут вынимаем из духовки переворачиваем мясо нужно делать это аккуратно так как мясо достаточно большой кусок я друзья кстати таком маринаде запекала куриную грудку тоже получилось очень вкусно и мне понравилось и отправлю еще мясо в духовку на 20 минут чтобы подрумянилось если есть функция гриль то будет вообще супер поливаю соком и посмотрите спустя один час какая красота получилась ну естественно что такое мясо я готовила на праздничный стол гости мои были в восторге им понравилось но самое главное что корейка получается очень и очень сочно что немаловажно так свиную корейку приготовить сочной очень сложно а вот таким вот образом она получается просто сочнейшая и нежнейшая очень рекомендую этот рецепт также очень часто я готовлю ребра и с маринадами конечно же экспериментировала неоднократно но этот маринад один из лучших первую очередь я подготовлю мясо также из ребер нужно срезать весь лишний жир ну вы уже смотрите как вам нравится таким образом приготовить можно и баранину и телятину что вы предпочитаете то и готовьте поверьте что таком маринаде приготовить куриные ножки тоже будет очень вкусно каждый кусок я посыпаю солью и паприкой паприку можно использовать обычную но копченая придает такую изюминку для мяса натирая со всех сторон если хотите пленку из робер тоже снимаем с этой стороны также все посолила складываю сразу же в ту форму в которой мы будем все запекать все мясо подготовлено я дальше займусь маринадом и для маринада нам нужен чеснок который я измельчила и добавляю сюда острую аджику если вы не любите острые не добавляйте добавьте специи но это аджика придает именно тот нужный вкус дальше у нас идет соевый соус и свеже выжатый сок одного апельсина эту всю массу хорошо перемешиваем и маринад готов вот этот маринад просто изумительный ребрышка получается в нем нежнейшие смазываем мясо оставшийся маринад я выливаю прямо сюда форму и оставляю так промариноваться при комнатной температуре на час-два конечно же вы можете мариновать это все и в холодильнике целую ночь накрываем все фольгой и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 1 час через час я снимаю фольгу и переворачиваю каждый кусочек я ребра специально не разделяла на отдельные кусочки так если вы приготовите таким одним сплошным куском они получатся сочнее отправила еще в духовку на полчаса но уже не накрывала фольгой как только ребра подзолотились вынимаем еще раз переворачиваем чтобы внешняя часть тоже успела подзолотиться еще на 15 минут и ребра готова в общей сложности у меня все запекалось 1 час и 45 минут и все румяные сочные и мягкие ребрышка в итоге получились мне очень нравится такой рецепт я часто готовлю так как ребра в нашей семье любят все я надеюсь что вы возьмете на вооружение вот этот маринад ну и самый простой но очень вкусный рецептик это действительно праздничный вариант начиная с приготовления начинки на небольшом количестве растительного масла обжариваем лук золотистого цвета дальше добавляю сюда чеснок тоже немножко обжарю и на следующем этапе добавляем шпинат вместо свежих листьев можно использовать замороженный дальше идет сыр чтобы начинка была не очень жирной использую сыр рикотту и немножко сливочного сыра мне больше всего нравится хохланд перемешиваем только до того состояния чтобы начинка получилась однородная можно добавить также соли попробуйте по вкусу и начинка готова дальше займемся мясом снова таки использую корейку но обязательно на кости пробовала готовить без кости суховато получается именно косточка придает сочность разрезаю вот таким вот образом и с каждого кусочка делаю кармашек если вы не любите можете обрезать вот эту белую оболочку и жирок но мне кажется здесь она точно не будет лишней кармашки готовы и дальше начиняем начинкой старайтесь сюда добавить начинки максимально много потому что она очень вкусная если вы заметили мясо ничем не мариную и отправляем каждый кусок на хорошо раскаленную сковороду с небольшим количеством масла если у вас есть гриль можете обжарить и на гриле но я обжариваю на сковороде на хорошо раскаленной сковороде на большом огне жарим достаточно быстро буквально по 2 минуты с каждой стороны и вот как только я положила мясо на сковороду и сразу же солю и перчу с каждой стороны когда я переверну мясо повторю эту же процедуру и для аромата я добавляю веточку розмарина все как только вы увидели что мясо подзолотилась переворачиваем буквально две минуты и снимаем выкладываю сразу же форму которой буду запекать и отправляемся в духовку разогретую до 200 градусов чтобы все доготовилось на 20-25 минут и все друзья быстро просто сочное нежное мясо готово мне кажется это наиболее праздничный вариант но очень простой мясо приготовлено таким образом получается нежное и очень вкусное точно также вы можете сделать такие кармашки из куриной грудки поверьте будет ничем не хуже ну что ж друзья вот такие сегодня я подготовила рецептики я надеюсь что хотя бы один из этих вам понравился если же так подписывайтесь на мой канал не забывайте про колокольчик и до новой встречи всегда на канале вкусно просто и доступно готовьте с любовью будьте здоровы пока пока спасибо за просмотр!